МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите, пожалуйста, что за операция сегодня проходит? Я так понимаю, что совместно с ДПС и... Да, со службы судебных приставов. Данная операция проводится с целью снижения задолженности по имущественным налогам. Срок уплаты за 2014 год был истек 1 октября 2015 года. Всем налогоплательщикам были направлены уведомления. Сейчас также направлена инспекция требования в адрес родственников. Срок уплаты по требованию на степень 25 ноября 2015 года. После этого срока инспекции будет инициирована работа по направлению пакетов документов в суд для получения судебных приказов. Далее это будет инициировано исполнительное производство, впоследствии которого будут арест имущества и ограничения права выезда за границу. Также исполнительные листы мы направляем в адрес работодателей и для перечисления, вернее удержания, заработка. Добрые, в правом школе, в сайте, документики будьте добры. Вы должны предложить камеру принять одолжение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Штрафы ГИБДД и у него налоги, да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Дорожный патронный округ Документы, будьте добры, проводят опровергивающие пропилактические мероприятия должны быть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, в этой операции на какую сумму вы предупредили людей? Вручина, конечно, сложно сейчас посчитать, но порядка 20 квитанций мы вручили. Суммы были разные, я думаю, что тысячи стоят. Что вы хотели бы, может быть, хотите сказать тем, кто не платит, у кого есть задолженности? Ну, тем, кто не платит, я еще раз говорю, что срок из 1 октября, если в случае неполучения этих налоговых уведомлений, которые были направлены инспекцией в июне месяце, можно, конечно, обратиться в 109-й, 150-й кабинет, это отдел работы с налогоплательщиком. Если плательщик не согласен с начисленной суммой, это у нас 101-й, 102-й кабинет инспекции. Работаем с 9 утра до 18 часов. Проводят такие операции еженедельно с органами ГИБДД. Ну, мы тоже будем подключаться, да. Вот сейчас мы используем аппараты электронно-судебный пристав, который считывает номера, регистрационные номера автомобилей. Владельцы этих транспортных средств являются должниками, да, то есть по номеру автомобиля мы выявляем самого должника. Понятно, и тогда сразу же видно, полиция может остановить его и предъявить требование. Органы ГИБДД останавливают, и мы уже проверяем, да, судебные приставы подключаются. Также это может последовать и арест этого имущества. Сейчас появилась штрафстоянка, насколько я знаю. То есть все очень серьезно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok